Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Сегодня поговорим о накопившихся экологических проблемах, связанных с промышленными отходами, о том, как эти проблемы решаются и почему их доверили Росатому. Навести порядок в сфере обращения с самыми сложными отходами первого и второго классов и заняться очисткой загрязненных промышленными отходами территорий, где эти отходы копились годами, государство поручило нам в прошлом году в рамках национального проекта «Экология». Одним из первых и показательных примеров этой работы стало химпроизводство в Иркутской области, в городе Усолье-Сибирское. Усолье-Химпром, основанный в 30-е годы, был когда-то гигантом советской химической промышленности, но постепенно предприятие пришло в упадок, а к середине 2010-х завод признали банкротом и закрыли. Уходя, все оставили как есть. Цистерны с токсичными веществами, скважины с опасными отходами, ртутные шламы, хранилища нефтепродуктов. Правительством Российской Федерации был утвержден комплекс неотложных мер. Это четыре группы мероприятий, которые несли потенциальную угрозу в случае чрезвычайных ситуаций для окружающей среды. Первое – это ЖД-цистерна. 17 штук мы их все перезатарили. Это самые опасные вещества, самый опасный объект. Второе – это цех ртутного электролиза. Огромный объект капитального строительства, под которым и сам этот объект был пропитан ртутью. Мы его демонтировали. Третье направление – вот скважины за моей спиной, две самые опасные скважины рассола промысла. Глубина больше километра каждой. И четвертое направление – это нефтепродукты, которые сочились в Ангару. К работе на территории УСО «Ли Сибирская» были подключены сотрудники Минобороны, МЧС, Росгвардии и, конечно, Росатома. Ключевая роль в ликвидации всего накопленного вреда возложена на Росатом, который с учетом его опыта и уникальной компетенции получил полномочия единственного поставщика по всем работам в УСО «Ли Сибирском». Проделанная на сегодняшний день работа по обезвреживанию и реабилитации территории – маленькая талика того, что еще предстоит сделать до 2024 года. Результатом станет создание экотехнопарка, то есть современного экологического производственно-промышленного комплекса. Промплощадка УСО «Ли Сибирская» является одним из четырех объектов накопленного экологического вреда, входящих в нацпроект «Экология». Также в разной степени готовности находятся еще три. Это Челябинская городская свалка. Полигон для хранения промышленных отходов «Красный Бор» – Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Но, как я уже сказала, это только одна часть работы, связанная с очисткой и реабилитацией территории. Но государство возложило на Росатому другую – практически с нуля создать государственную систему по обращению с отходами первого и второго классов. Аккумуляторы, батарейки, кислоты, предметы, содержащие ртуть, свинец и многое другое. Таких отходов в России образуется 400 тысяч тонн в год, а перерабатывается не более полутора процента. Задача Росатома – создать государственную систему, чтобы эти отходы посчитать и переработать. Было принято решение не только о поручении нам конкретных объектов, в частности у столи Сибирского, но и было принято решение о наделении Росатома полномочиями единого федерального оператора по работе с промышленными отходами первого и второго класса опасности. Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами первого и второго класса опасности» должен решить две задачи – создать государственную систему по обращению с ними и базовую инфраструктуру, то есть заводы по их переработке. За этот год сделан большой шаг вперед. Государственная информационная система, которая позволит контролировать, вести учет, выстраивать максимальную логистику обращения с такими отходами, запущена в тестовом режиме. Сегодня уже более 40 регионов к ней подключились. Площадки, где накопленные за предыдущие годы и вновь образуемые отходы будут перерабатывать, тоже выбраны. Пока их четыре. Это бывшие объекты по хранению и утилизации химического оружия в Кировской, Курганской, Саратовской областях и Удмуртской республике. На их базе и будут созданы новые производства – экотехнопарки. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы, и сегодня проекты проходят государственную экспертизу. «Росатом» работает совместно с Минприродой, ведущими химическими и технологическими вузами – учеными. На основе лучшего зарубежного российского опыта создает технологии, которые после переработки позволят извлечь полезные вещества и снова вернуть их в хозяйственный оборот. Это соли, которые могут быть использованы в качестве минеральных удобрений, антигололедных агентов. Это оксиды металлов, которые могут быть использованы в качестве пересыпных материалов при дорожном строительстве и так далее. Разработка и вот в эксплуатацию государственной информационной системы по обращению завершится до конца 2021 года. В следующем году начнется строительство четырех современных экотехнопарков. Проблемы обращения с промышленными отходами стоят на повестке дня не одной десятилетия, и они настолько масштабны, что требуют объединения усилий ученых, общественности, технологов и того уникального опыта, который есть у «Росатома». Только такая совместная работа сможет привести территории в безопасное и комфортное для жителей состояние и дать тот результат, которого от нас ждет общество и государство.